SCP-1760. Сад гробов. Объект номер SCP-1760. Класс объекта Евклид. Особое условие содержания. Все экземпляры SCP-1760 должны содержаться в пределах зоны 84. Прилегающие 4 квадратных километра должны быть по периметру ограждены сеткой рабица с колючей проволокой сверху. Гражданские лица на территорию не допускаются под предлогом проведения археологических исследований. Во время проявления все экземпляры SCP-1760 следует открывать, а их содержимое каталогизировать, после чего снабжать GPS маячками и запечатывать до конца проявления. Учитывая результат открытия SCP-1760-16 от 15.11.2006 и в связи с тем, что его содержимое становится все более опасным, данный экземпляр SCP-1760 должен оставаться запечатанным при всех появлениях. Смотрите инцидент 1760-1. Описание. SCP-1760-1-15 представляют собой 15 черных сосновых гробов, ежегодно в ночь на 15 ноября поднимающихся из земли в лесистой местности неподалеку от Минска, Беларусь. На каждом из гробов изображен православный крест белого цвета, других отличительных знаков нет. При появлении из земли SCP-1760-1-15 всегда закрыты и содержат полный набор человеческих останков, которые изменяются с каждым проявлением. Эти останки всегда принадлежат людям европеоидной расы и одеты в местные погребальные наряды. Вскрытие показало, что эти останки были забальзамированы незадолго до появления. В полночь на 20 ноября все экземпляры SCP-1760 проваливаются под землю вне зависимости от того, были ли они потревожены. Раскопки с целью найти SCP-1760 после погружения показали, что в течение остальной части года объекты располагаются на глубине 3 метра под землей. Экземпляры, которые были вновь открыты после погружения, оказались пусты. При удалении экземпляра с территории погружения не происходит, однако при следующем проявлении он заменяется идентичным гробом. В этот момент первый экземпляр теряет аномальные свойства. Гробы, появившиеся вместо замененных, по-видимому, ранее располагались на большей глубине. Раскопки с целью найти место их происхождения до сих пор не увенчались успехом. Тела, которые остаются вне SCP-1760 после 20 ноября, разлагаются в течение 3 часов после окончания проявления. Степень распада изменяется в зависимости от субъекта и может колебаться от легкого разложения до рассыпания в прах. Останки, которые появляются в SCP-1760, удалось отследить после окончания проявления путем использования GPS-маячков. Эти маячки обнаруживаются в захороненных гробах, запечатанных склепах, в последнее время все чаще в угнах с прахом. Однако всегда в пределах границ Беларуси. Останки, обнаруженные таким образом, одеты иначе, чем во время проявления SCP-1760 и не имеют следов бальзамирования. В настоящее время неизвестно, как SCP-1760 перед проявлением получает доступ к телам и восстанавливает либо переодевает их. Каждые 6 лет в ночь на 15 ноября поднимается только один экземпляр SCP-1760. Этот гроб во всех случаях один и тот же. На крышке вырезано имя «Петр». Экземпляр обозначается как SCP-1760-16. Предыдущее содержимое данного экземпляра варьировалось от утрамбованной земли до оживленных останков. Попытки отследить происхождение этого содержимого потерпели неудачу, поскольку маячки переставали функционировать после полного погружения SCP-1760-16. Расследование личности Петра выявило, что этот субъект был минским гробовщиком, а также ученым, участвовавшим в ряде советских проектов в 1950-х годах. Судя по записям, субъект скончался 15 ноября 1959 года. Большая часть записей об исследованиях была уничтожена правительством Беларуси до 1960 года. По неофициальным данным, это были эксперименты с долгосрочной химической консервацией человеческих останков, а также с химически индуцированной реанимацией и регенерацией. Личности других ученых, занимавшихся проектом, неизвестны, так как их имена были вымораны из существующих записей. Эксгумация Петра исследовательским персоналом не выявила аномальных свойств ни у останков, ни у места захоронения. Фонду стало известно об SCP-1760 в 1961 году, после местных сообщений о саде гробов под Минском. При постановке на содержание на месте была обнаружена дочечка со следующим сообщением. «Соберемся же здесь сегодня, дабы почтить память дорогих нам людей, отошедших в мир иной, но обретших бессмертие на этой земле». Приложение 1760А 15-11-1964 SCP-1760-16 был до краев наполнен утрамбованной землей. Образцы почвы соответствовали таковым для хвойного леса. 15-11-1970 SCP-1760 был до краев наполнен зубами. Анализ выявил наличие человеческих, собачьих, кошачьих и змеиных зубов. 15-11-1976 SCP-1760-16 был до краев наполнен кровью. Анализ выявил, что кровь самая. Соберемся, что кровь не соответствует человеческой, причем присутствуют разные группы. 15-11-1982 17 мертвых птиц, захваченные особи, идентифицированы как Корвус Корникс, серая ворона. После открытия гроба особи ожили и попытались улететь. 15-11-1988 Один безголовый труп животного. Анализ показал, что тело принадлежало Кервус и Лапфус. Олень благородный. После открытия гроба тело начало двигаться и попыталось убежать с территории. 15-11-1994 Один полный набор человеческих останков, аналогичный тем, которые обнаруживаются в обычных экземплярах SCP-1760. При открытии гроба субъект начал двигаться и попытался напасть на сотрудников, но был заблаговременно уничтожен агентом. 15-11-2000 62 человеческих руки различных размеров и степени разложения. При открытии гроба руки ожили и попытались наброситься на научного сотрудника, но были сдержаны до того, как успели нанести какие-либо травмы. 15-11-2006 Смотрите инцидент 1760-1 Приложение 1760-B Инцидент 1760-1 15-11-2006 В 14.30 Научные сотрудники И Сообщили о звуках тяжелого дыхания, исходящих из еще закрытого SCP-1760-16. Исследователи подождали прибытия агентов И До дополнительной охраны, после чего продолжили процедуру. При открытии гроба из него вырвался труп животного, повалив агентов на землю, после чего взорвался, выбросив большое количество костей, подобно шрапнелям. От взрыва пострадал Человек. Труп был опознан как Сус, Скорфа, Доместикус, свинья домашняя, тогда как костные фрагменты, выброшенные при взрыве, оказались человеческими. Источник взрыва до сих пор не определен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok